Сегодня в Страсбурге закончилась первая в этом году сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы, на которой едва ли не каждый день и в зале, и кулуарно обсуждалась украинская тема. Участники и наблюдатели даже шутили, мол, ПАСЕ украинизируется. За зимней сессией в Страсбурге следила и наша Ирина Иванова. В новый сессионный год с новым президентом Парламентская Ассамблея Совета Европы выбрала главу, итальянца Микеле Николетти. Ранее он поддерживал проукраинские резолюции и продление санкций против российской делегации. В то же время Николетти за диалог с Москвой. Его позицию поддерживает и генсек Совета Европы. Мы должны везде защищать права человека, несмотря на политические обстоятельства. Мы заняли четкую позицию относительно незаконной аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины. Но при текущем международном порядке не нам решать эти конфликты. И они не должны помешать нам защищать права людей в Украине, в том числе в Крыму, в Восточной Украине и в Российской Федерации. С позиции генсека не согласны и европейские депутаты. Если мы вернем российскую делегацию в ПАСЕ, то станем частью пропагандистской игры. А мы этого не хотим. Потому что кем нашу организацию будет считать вся Европа? Они подумают, что мы слабая организация, которая не уважает свои базовые принципы. Одна страна-член Совета Европы не может просто отобрать часть другой. ПАСЕ рискует потерять одного из членов аккурат к своему 70-му юбилею в следующем году. Если Россию вернут, без выполнения ею резолюции по Крыму и Донбассу, уйти грозится украинская делегация. Украинская делегация не сможет сделать выгляд, что ничего не происходит. И мы же не с российской делегацией боремся. Мы боремся за Украину. И мы боремся за принципы этой институции, в которой мы сейчас находимся. В турник принес приятные новости для украинской делегации. Во второй раз за всю историю ПАСЕ представитель Украины выбран докладчиком мониторингового комитета. Меня, член мониторингового комитета, группа социалистов, выдвинула кандидатам на доклад по Армении. Мы будем осуществлять процедуру мониторинга, выполнение Армении своих обязательств, взять их преступления в Совет Европы и развитию демократических институтов в этой стране. Доклад по Армении, скорее всего, будет представлен в течение года. Еще один важный вопрос – доклад о гуманитарных последствиях войны на Донбассе. Его подготовил литовский депутат Эгидиус Варекис, который лично побывал в зоне АТО. Подготовленный им доклад наши делегаты в целом называют сбалансированным и объективным. Впервые в документе ПАСЕ так тщательно по пунктам прописаны гуманитарные проблемы, с которыми столкнулась Украина из-за российской агрессии. Главное внимание населению на неподконтрольных территориях, временно перемещенным лицам, заложникам и пострадавшим. На уровне ПАСЕ Донбасс назван оккупированной территорией, а Россия – агрессором. Вместе с тем некоторые депутаты из украинской делегации вынесли на рассмотрение правку о необходимости прописать в этом законе положение Минских соглашений. Делегаты поддержали. В этом законе должна быть четко прописана гарантия выполнения социальных выплат и гарантия того, что граждане Украины, которые живут на временно неподконтрольных территориях, будут полностью обеспечены гуманитарными потребностями. Поправку, которую мы внесли, касалось того, чтобы обязать или рекомендовать украинскую власть сделать так, чтобы эти упоминания о Минских соглашениях были проголосованы и внесены в текст этого закона о деоккупации Донбасса. Параллельно с рассмотрением резолюции заседал специально созданный комитет. Роль и миссия ПАСЕ. Многие считают, что он должен найти способ вернуть Россию в ассамблею. Заседание этого комитета впервые за долгое время посетили представители России. Взагалі абсолютно спокойное заседание. Росіяни не брали слова і навіть не відповідали на питання, які я там намагався поставити їм представник Грузии. Більшість з тих, хто выступає, ставилися до потенційних результатів роботи цього адхоккомитету досить скептично. Мене питання до тих, хто ратує за співпрацю, дружбу із агресором і повернення його сюди. А хто поверне батькам їхнього 29-летнего сина Сергія Сергієнка з Полтавщини, якого вчора вбили, який загинув в наслідок російського обстрілу мінами. Хто поверне дітям їхніх батьків, які десяти ж людей загинуло в Україні в наслідок російської агресії. 20% втрачено потенціалу промислово-українського. Кстати, в пасену одного защитника України стало більше. Ассамблея выбрала Дуню Міятович комісаром по правам человека. Эту должність она буде займати следующі 6 років. Тишина в сесіонном зале. Утихли жаркі дискусії, делегаты разъехались по домам, щоб весною встретитися знову. Похоже, этот год бросив їм небывалый вызов. Сохранить единство і репутацію величайшого защитника прав человека і демократії. Із Страсбурга, Ірина Іванова, Владимир Дедов. Подробності о неділе, телеканал Інтер. Один із главних американських защитників України, спецпредставітель Курт Волкер, на этой неділе побував в Києві. Це вже шестій його візит в нашу страну. І очередной перед встречей з помощником президента России, Владиславом Сурковим. У Волкера в Україні була дуже насыщена программа. Це встречи і з Петром Порошенко, і з главою генштаба Віктором Муженко, і з замглава администрації президента України, і де-факто куратором внешній політики Константином Елисеєвим, і з секретарем СНБО Александром Турчиновим. Але неофіціальними лицами единими Волкер встретился і з освобожденими українськими заложниками. ВЫШЕЛ ОЧЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ І ТЁПЛЫЙ РАЗГОВОР. Так получилось, что день перед визитом Волкера в Україну на фронте выдался очень спокойным. І сам Волкер, общаясь з журналистами, привел это в качестве примера того, що мир на Донбассі все-таки можен. СОВЧЕРАШНЕГО ВЕЧЕРА, ПО ДАННЫМ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ, РЕЖИМ ТИШИНЫ НЕ НАРУШАЛСЯ. Ми ждем официального отчета наблюдателей ОБСЕ, но думаем, что и они скажут то же самое. Возможно, все из-за погоды. Но мне хочется думать, это свидетельствует о том, что мир возможен, что может быть перемирие. Надеюсь, российская сторона будет придерживаться этого и в будущем приложит усилия для достижения настоящего перемирия. И что еще важно, у американских политиков и дипломатов уже такой стиль получать информацию от всех источников в других странах и общаться не только с властью. Этим США отличаются от других государств, которые претендуют на результативную внешнюю политику. Поэтому и во время нынешнего визита в Украину Волкер встречался и с парламентариями из разных фракций, в том числе и от оппозиции. Отдельную встречу Волкер провел с народными депутатами Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко. Встреча была с различными политиками у пана Волкера. Что касается нас, то мы смотрели позиции нашей фракции относительно мирного сценария регулирования конфликта на Сходе. Потому что наша фракция с самого начала была за Минские угоды, мы поддерживали их. И мы считаем, что это база для регулирования конфликта. И поэтому мы представили свой властный план, который публично несколько раз уже лунавый в парламенте. Согласно с которым мы считаем, что можно выполнять то, что хотят люди всей страны. А на первом месте люди ставят в проблемах страны. Это решение военного конфликта дипломатическим шляхом. И завершение войны. Итак, сегодня Курт Волкер и Владислав Сурков встречались в Дубае. Это еще одна нейтральная площадка для переговоров после Минска и Белграда. Перед встречей Волкер очень четко дал понять, что прорывов не ждет. Но для него важно сохранять диалог. И вот к этому часу есть новости фактически только о том, что переговоры состоялись. Как они проходили, сколько длились, какие конкретно результаты достигнуты, станет ясно уже, наверное, завтра. А вот сегодня в США расширили санкции против России. Еще 21 человек и 21 компания стали фигурантами санкционного списка. В фокусе американских санкций уже традиционно энергетика. Например, в списке даже замминистра энергетики России Андрей Черезов. Ну а среди компаний, которым теперь будет очень трудно вести бизнес, польская фирма, которую связывают с незаконными поставками угля из Ордло. Тем временем на украинском Донбассе люди решают вопросы насущные. Война создала для них новую реальность. И теперь даже самые, казалось бы, обыденные вещи могут стоить им жизни. К примеру, получение пенсии. Тысячи людей с оккупированной территории минимум раз в два месяца едут в подконтрольные Украине города за деньгами. Для них это сложный, очень долгий и рискованный путь. Но альтернативы нет. О заложниках войны. Руслан Смещук. Маринка. Линия фронта здесь проходит по границе городской черты. Тишину нарушают автоматные очереди и взрывы. Иногда активные, иногда, как сейчас, велотекущие боевые действия здесь идут постоянно. А всего в нескольких километрах блокпост и пункт пропуска. Клапан, как его называют военные. Человеческий поток здесь соединяет территорию подконтрольную и оккупированную. Пенсионный туризм стал повсеместным явлением в зоне АТО. Всего в Донецкой области 4 КПВВ. И через них проходит примерно равное количество людей и машин. Тысячи. Это пункт пропуска Маринка. В 30 километрах от Донецка. Через него старики едут в соседнее Курахово. Им нужно появляться на подконтрольной территории минимум раз в два месяца. Иначе потеряют пенсии. Сколько у вас уходит времени на вот такое? Двое суток. Это только в одну? В одну сторону добраться, деньги получить и назад же надо возвращаться. Очень. Как часто это приходится делать? Ну, каждых 58 дней. 50-60 дней надо пройти, чтобы не получила пенсии. Ну, проблемно с переездками. Проблемно не то слово. На Донбассе сейчас трескучая зима, снежные сугробы, степной ветер и морозы. Впрочем, даже это не самое страшное. На уходящей неделе в результате обстрела на неподконтрольной территории в районе пункта пропуска Еленовка под Волновахой. Погиб один мирный житель, еще минимум один, получил сквозное ранение головы. Ну, тут у нас 48 человек, огромный такой, маленький, маленький. Мы в лес и проход везли. Ну, как 60-70, наверное, человек не меньше. Плохо только после операции позвоночник делала. Лидия Ивановна из Макеевки всю жизнь проработала машинистской на шахте. Сейчас вынуждена по морозу, под угрозами обстрелов, ездить за пенсией. А заодно и родственников проведать. Она не боится рассказывать о себе. Да не знаю, кому как. Я человек привыкший. Я волонтером была. Сына в Харькове. Сына похоронила в Чугуеве. Погиб за Украину. И внук, и сын. И вот еще сын, это внук сына, у меньшего, у меня погиб под песками. Там электронный паспорт, то есть пропуск есть. Езжу внуков проведать. А что делать, родненький? Выезжать из Макеевки Лидия Ивановна и хочет, да не может. Тут же у меня могилы родителей моих. Как же я уеду из Макеевки? Нет, солнышка. С удовольствием буду. Да и куда уж здоровья нету. Но такие откровенные рассказы здесь большая редкость. В большинстве на камеру люди говорить боятся. За кадром рассказывают. На снятые деньги, а возле банкоматов почти постоянные очереди, стараются купить как можно больше товаров и продуктов. Ведь там цены выше, почти российские. Гривня на неподконтрольной территории почти не ходит. Хотя обменять на рубли можно. Последнее время серые валютчики меняют один к одному. Что он там снимает? Сейчас через пункты пропуска разрешают провозить товары весом до 75 килограммов и стоимостью не более 10 тысяч гривен. Лимитирован также провоз платежных карт не более трех, подакцизных товаров, табака и алкоголя, электроники. Но с этого места ужесточать правила начали на оккупированном Донбассе. Лимит продуктов, товаров, а самое главное запрет на посещение подконтрольной территории для бюджетников и сотрудников еще работающих предприятий. А когда дончане стали возмущаться в соцсетях, на открытый протест там никто не решился, главари сепаратистов назвали их предателями. Либо скрытые враги, либо проплаченные Украины. Это люди действительно не патриоты. Это люди, которые получают деньги. Их кормит Украина. Это еще враги страшнее, чем враги, которые сейчас на фронте. Тебе по крайней мере понятно. А здесь они внутри. И вот по источению этого срока мы можем ясно сказать, что те люди, которые сейчас в интернете об этом описывают, это действительно наши враги. По сообщениям в соцсетях, на неподконтрольных территориях уже минимум три сотни мирных жителей наказаны за пересечение линии разграничения. Пока это штрафы, но вскоре может грозить вполне традиционное для Донецка наказание – подвал. Руслан Смещук, Сергей Дубинин и Руслан Терентьев. Подробности недели – телеканал Интер.